Здравствуйте, товарищи! Данный выпуск создан как отклик на просьбу нашей дорогой и уважаемой зрительницы Фатимы рассказать об интересе к левым идеям в российском обществе в цифрах и со ссылками на источники. Фон сегодня мы сменили только раз, ради исключения, чтобы никого не укачивало. С большой неохотой брались мы за эту тему, так как прозвучал вопрос об информационной войне, и мы не можем отвечать на него, не изложив прежде наше видение этой проблемы. Осветим для начала наши, то есть авторов передачи «Красный пульс» взгляды на умственный труд. Конечно, профессор Попов вполне самобытный философ, и некоторые его идеи вызывают неподдельный интерес, но на некоторые вещи мы смотрим иначе. Труд по производству информации, в том числе, если речь идет о производстве теории или образа, есть такой же труд по преобразованию материи при помощи энергии, как и физический. Расходуется при этом, так же, как и при физическом труде, энергия аденозин-3-фосфорной кислоты, универсального переносчика энергии. Эта энергия была изначально усвоена зелеными растениями в процессе фотосинтеза. Если это творческий труд, то он меняет структуру синаптических связей между нейронами, то есть преобразует при помощи энергии материю. Предметом умственного труда в целом являются нейронные сети в мозгу человека, а также материальные носители информации, бумага, радиоволны или электронная матрица компьютера. Принципиальное отличие труда по производству проекта матрицы для литья деталей от труда по изготовлению самой матрицы для литья деталей заключается в том, что умственный труд упорядочивает материю при помощи энергии таким образом, которым это никогда прежде не делалось, с одной стороны, хотя и сама матрица для литья когда-то должна быть изготовлена по заданному алгоритму впервые. С другой стороны, данный вид умственного труда изначально есть биотехнология, в том значении, что это труд по преобразованию живой материи, а конкретно нейронных сетей человеческого мозга, подобно труду бодибилдера по преобразованию собственной мышечной ткани, или труду тренера по преобразованию мышечной ткани бодибилдеров, или труду селекционера по преобразованию генотипа растения, или труду врача будущего, ликвидирующего старение. Но предыдущее замечание о биотехнологии касается лишь творческого умственного труда. Рутинный умственный труд применяет известный алгоритм к исходным данным. Он не требует запоминания, а следовательно, изменения структуры синаптических связей, лишь траты энергии и изменения структуры носителей информации, бумажных или электронных. И это в некоторой мере похоже на изготовление различных матриц для лития деталей, в том числе тех, заказанные, которые поступили впервые, но отличается соотношением долей расхода АТФ в клетках мышц и в клетках мозга. Не станем рассматривать здесь космическую роль человечества в процессе уменьшения энтропии во Вселенной и рассмотрим процесс информационной войны, который мы наблюдаем в текущей стадии капитализма. Очевидно, информационная война есть одно из выражений классовой борьбы. В интересах пролетариев преобразование собственных синаптических связей таким образом, чтобы нейронные сети оказались адекватно настроенными на реальность. В интересах буржуазии нанести удар по нейронным сетям пролетариев, разрушить их настройку на некоторые слои реальности. Однако не способствовать производству знаний о мире и технологий для их распространения совсем буржуазия не может, ибо главная цель ее – прибыль, поэтому ее функция здесь оказывается двоякой. С одной стороны, она финансирует научные исследования и формирует для обмена знаниями между пролетариями сеть интернет. С другой стороны, она стремится к элитарности научного знания и контролю над сетью интернет. В этом ее слабость. Очевидно, наиболее эффективно в информационной войне с точки зрения буржуазии нанести поражение в сам гносиологический аппарат пролетария, склонить его к той или иной форме идеализма, например, проверенного веками религиозного, либо склонить к поклонению авторитету. Возможно, этим авторитетом будет даже великий ученый, вроде Дарвина или Маркса. Это есть различные формы идеализма. Подвергнуть, например, ревизии самопонимание, что есть марксистский подход, научный, материалистический и диалектический, и превратить новое понимание в догму. Убедить пролетария отказаться от самостоятельного научного поиска, превратить его в винтик капиталистической машины, есть чрезвычайно прибыльное вложение средств с точки зрения буржуазии. Это может быть достигнуто различными способами, в том числе блокировкой разума через воздействие на инстинкты, наводняя рынок дешевыми товарами потребления, в том числе духовной жвачкой, потребность в которой может быть внушена рекламой. А это тоже есть биотехнология. При этом следует отметить, капиталист или агенты империализма в длинной доле случаев даже не осознают, что творят, ибо рынок решает, если не все, то многое при капитализме. Они же есть просто персонализированные воплощения капитала. В случаях, когда поразить гносеологический аппарат не удается, буржуазия может метить в понятийный аппарат, в том числе через школу, разыгрывать клоунады, либо тупо выпускать уток. Дезинформировать, проще говоря. Следует помнить, что сущность этих внешне порой безболезненных деяний травма нервной ткани, расстройство структуры синаптических связей, то есть это применение оружия. В этом контексте, дорогая и уважаемая Фатима, ваш вопрос об интересе к левым идеям в обществе не так прост, как может показаться. Любовь россиян к Сталину достигла исторического максимума за 16 лет, сообщает РБК со ссылкой на опрос, проведенный Левада-центром 20-23 января 2017 года среди 1,6 тысяч совершеннолетних россиян в 48 регионах страны. Если в марте 2016 года расположенность к Сталину выразили 37% россиян, то в 2017 году это были уже 46%. В этой же статье РБК сообщает, что россияне любят Путина, но в 2017 году уже на целых 83%. Тот же РБК со ссылкой на ФЦОМ сообщает 26 июня, что к Сталину положительно относятся даже больше половины россиян, 51%, но 54% при этом любят Николая II. То есть минимум 5% россиян любят большевика Сталина и Николая, прозванного народом кровавым одновременно. Вопросы понятны. Они любят реального Сталина, большевика-интернационалиста или образ крепкого державника, эффективного менеджера, то есть идеал буржуазного управленца, которому подменяется настоящий Сталин. Можем ли мы на основании этого говорить о росте симпатии к левым или правым идеям? Составим, тем не менее, на основании данных Левада-центра графики динамики отношения к Сталину по годам. Обратите внимание на неравные интервалы годов. Мы видим, что в целом с 2001 года выросла положительная оценка Сталина россиянами, упала отрицательная, возросло число тех, кто не дал оценки. Максимально упала положительная оценка Сталина в 2012 году. Возможно, это связано со сменением отношения к Путину в связи с выборами 2011 года. В целом, к Сталину относятся больше положительно, чем отрицательно, а еще чаще не дают оценки. Но в 2017 году положительность превысила безоценочность. График, как нам представляется, иллюстрирует далеко не только отношение россиян к реально существующему большевику Сталину, но в очень большой степени осуществленную буржуазией деформацию структуры синаптических связей, отвечающих за построение образа личности Сталина в историю, в нейронных сетях представителей пролетариата. Рассмотрим график отношения к плановой экономике на основании двух работ соавторов – Смирнова и Козыревой. Эти авторы пишут, что в начале 2016 года 52% россиян высказались за плановую экономику, а в 2012 году сторонников плана насчитывалось лишь 49%. Доля же сторонников рыночной модели сократилась с 36% до 26%. В другой работе те же авторы показывают, что сторонников капитализма в России в 2014 году было 42%, а социализма – 53%. Согласно этим данным, интерес к левым идеям в целом вырос. Мы советуем вам, дорогая Фатима, ссылаться на них. Нам кажется, тут отразился трезвый ум. Ссылки приложены в аннотации к ролику. Вот более старые данные Левады Центра по политическим взглядам россиян. Большинство составляли осторожные, высказавшиеся за социальную защиту в условиях рыночной экономики. Правые взгляды непопулярны, и популярность их падает. Число неответивших выросло. Рассмотрим диаграмму ФОМ от того же 2013 года, где приводятся данные о том, хотели бы россияне, чтобы российское общество было устроено в соответствии с идеалами коммунизма. Большинство из них ответили, что хотели бы. Среди молодежи хотело бы не большинство. Однако понимают коммунизм при этом опрошенные по-разному. 28% честно сказали, что не знают, о чем идет речь, в то время как оценку в процессе того опроса не дали лишь 19% респондентов. Дальше разброс смыслов потрясающий. По эмоциональным ощущениям, которые вызывают эти пропорции, хочется заключить, что ответы на тему идеологии в значительной мере отражают, насколько уверенно респонденты ориентируются в мире идей. Вернемся к истории. В ЦИОМ приводят данные об отношении россиян к революции, как оно изменилось с 1990 по 2017 год за 27 лет. Как видим, неопределившихся стало меньше. Прочие остались разделенными пополам, хотя доминанта сместилась в сторону положительной оценки революции. Судя по дихотомии, Сталин Николай II в пространстве исторического сознания народа продолжается гражданская война. Однако дихотомию показывают нам и распределение опрошенных по взглядам на желательный экономический уклад России и распределение россиян по идеологии. В целом, левая идеология по отдельным показателям в настоящем времени доминирует над правой. Все это указывает на продолжающуюся классовую борьбу, а точнее на конкретное ее проявление, на информационную войну. Неадекватно настроенные нейронные сети дорого обходятся пролетариату, которые кредитуют буржуазию своим трудом. Взять хотя бы пенсионную реформу. Рынок все приведет в равновесие. Спрос на некачественную и вредную информационную продукцию упадет. Экспроприаторов экспроприируют. Капитал сам роет себе могилу. Исход информационной войны решит рынок. Если, конечно, не реализуются сценарии из антиутопий, когда пролетарии превращены в биороботов при помощи чипов. Дорогая и уважаемая Фатима, наши взгляды на информационную войну отличаются от распространенного в левой среде представления о том, что имеется смысл навязывать людям нечто, что существует в форме абстрактного смысла как для агитатора, так и для агитируемого, подобно религиозным сектантам. Люди ведь не дураки. И дело тут не только в низком потребительском спросе на подобную продукцию в конкретный исторический момент. Эта продукция весьма дешевая еще и потому, что производство ее требует небольшое количество рабочего времени. Мы, авторы программы «Красный пульс», предоставляем своим зрителям информационную продукцию более высокого качества. Своими главными задачами мы ставим помощь зрителям в формировании навыка самостоятельного научного поиска, диалектического мышления и материалистического мировоззрения, а также просвещения, то есть донесения готового научного знания до широкого круга людей. Мы не стремимся завалить вас дешевой рекламой, подобно буржуа, продукцией того сорта, которая у многих левых гордо именуется агитационными материалами. Мы уважаем народ и верим в разум людей. Мы испытываем чувство омерзения от тех, кто смотрит на людей с индюшачьей спесью. Спасибо вам за тепло в комментариях, дорогая и уважаемая Фатима. И другие такие же комментаторы. Вспоминается, например, сразу Эжен Базиль. И другие комментаторы, излучающие много тепла, положительно влияющего на нервную систему. Спасибо вам. Что и говорить, многие болезни провоцируются расстройствами нервной системы, а вы заряжаете позитивом, как лучики света. Да вы и сами все чувствуете. Мы не имеем возможности уделять отдельное внимание всем. Увы, спасибо всем зрителям за внимание, поскольку внимание к нам означает направление энергии, освобождаемой при гликолизе и окислительном фосфорилировании, вне зависимости от ее частной направленности, на наш проект, что необходимо для увеличения количества просмотров, в которых суммируется количественно интерес к коммунистическому каналу Красное ТВ Ленру. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok